И вдруг вы услышали очень сладкий голос, с большим детерминицией и конвенцией слова о Кришне и философии. И вдруг вы поняли, что это ваш голос. И ваш дорогой духовный учитель, они на самом деле дали вам полномочия. И сейчас, когда вы пришли, вы просто привыкли нас к другому реальному, к другому реальному, к другому реальному. Вы возвышаете сознание каждого. И все, кто здесь присутствует, мы просто убеждены в существовании духовного мира. И мы уверены, что мы достигнем высшей цели. И для преданных, которые сегодня получают инициацию, это такое благословение. Это такой особый дар. Как вы говорили, живое существо блуждает миллионы жизней, пытаясь понять смысл жизни. И после многочисленных страданий и поисков, они пришли к конкурсу, чтобы принимать счастье в лотокс-мустопе истинного духовного учителя. И Шея Прабхат сказал, что инициация — это начало духовной жизни. Поэтому, дорогие предные, поймите, вы невероятно удачливы. Вы сегодня не только получаете связь с этой духовной семьей преданной, такой живой, такой сильной, очень заботливой. Также вы связываетесь со всей Парампорой. Парампорой, состоящей из таких прекрасных Личностей, которые являлись на этой Земле в течение нескольких столетий. И вы принимаете прибежище у вашего прекрасного духовного учителя, который иногда может быть очень строг. Потому что дело духовного учителя не всегда хвалить своих учеников. Но также он очень заботливый. Он готов возвращаться за вами, жизнь за жизнью, и если вы в этой жизни достигнете успеха, и всё-таки вернуть вас в Духовный мир. Поэтому, пожалуйста, приложите все-все-все свои усилия, чтобы не вынуждать своего духовного учителя возвращаться за вами и рождаться снова. И сегодня у вас двойная удача. Ваша двойная удача состоит в том, что вы также обретаете, кроме духовного отца, ещё и духовную мать Матэджи Гавра-чанрику. Она не смогла быть сегодня здесь с нами, потому что у неё есть очень важное служение в Алматы. Но она тоже будет заботиться о вас. Иногда она тоже будет для вас, как гуру. Что касается десяти оскорблений, я расскажу коротко об одном. Никогда не оскорблять преданных, которые посвятили себя миссии Господа. Никогда даже не думайте ничего плохого о прекрасных проповедниках, о прекрасных преданных. Я считаю, что это, скорее всего, самое ужасное оскорбление. Потому что оно может погубить наш такой хрупкий растоп вредного служения. Поэтому, пожалуйста, будьте очень внимательны, осторожны на протяжении всех лет вашего вредного служения. Пожалуйста, будьте очень уважительны и помогайте тем преданным, которые буквально толкают, двигают всё это наше движение. Я желаю вам всего наилучшего в вашем духовном путешествии под заботой нашего дорогого Читана Чандрича Рана Прагон, Матаджа Гавра Чандрики и всей семьи Вашнавов. И, конечно же, всегда Шилы Прабхупаны. Али Хриво! Али Хриво! Али Хриво! Я почему-то сегодня вспоминаю, как Тащила Прабхупада сказал, призвал нас к осторожности. Он говорил, «Вы имеете дело с самим Кришной. Пожалуйста, будьте осторожны». И вот я сегодня слушал Читана Чандрича Рана Прагон и присутствие Кришны такое явное. И вот я весь внутри пытался быть очень осторожным. И хотелось присоединиться к этому пониманию, что преданные, которые сегодня получают инициацию, действительно особый дар. То есть очевидно, что моим делом с истинным представителем Кришны, это значит, благодаря посвящению лично Кришна теперь будет обращать внимание на этого преданного. То есть тот, кто получает инициацию, почему-то начало, что сама Верховная Личность Бога поворачивается лицом к такому преданному. Вот только после этого мы способны начать процесс тоже повернуться к Кришне благодаря тому, что есть Личность, которая носит в своём сердце Верховного Господа. Вот. Хотя я вам пожелаю быть очень осторожными. Вы имеете дело с настоящим представителем Верховной Личности Бога, лично с Кришном. И тоже от всей души пожелать вам не полностью избежать оскорблений, хотя бы сделать можно меньше. Потому что единственное наше препятствие на пути к Духовному Учителю — это оскорбление. И самое частое оскорбление, которое мы делаем, воспринимаем в Духовном Учителе как обыкновенного человека. Это наше проклятие, это наша болезнь. Но Духовный Учитель, он Садшат Харин. Это Сам Кришна. Я хотел вам пожелать проникнуться вот этим пониманием, что Ваш Дикша Гуру — это Сама Верховная Личность Бога. Гри Кришна. И дальше на этом пути. Гуру представитель Кришны, но точнее приспективе сверхдуши говорится в Писании. Внешнее проявление сверхдуши — это то, что необходимо нам сейчас. Отношение с Кришной развеет каждый индивидуально в процессе. Это может быть такой тайной индивидуальной, тайной каждого. Последуем сверхдуши путем знания идем. Шахстри гуру шахстри сандху — вот таким образом проявляет сверхдуша. И много есть гуру. Гуру — это множественное число всегда, не в единском числе. Ади гуру — это Верховная Личность Бога. И множество, множество, множество гуру присутствуют здесь есть в этом мире. Кроме дикша-гуру, есть шикша-гуру, латно-продажа-шика-гуру, есть старшие ващнавы, есть родители, которые могут также давать какие-то наставления полезные. Есть просто старшие люди, которые могут быть мудры, опытные в жизни. То есть можем видеть много проявлений гуру. Дикша-гуру один, шикша сколько угодно может быть много. Мы пользуемся этим в исконе, потому что в исконе у нас каждый старший ващнав как шикша-гуру может быть как наставляющий опытный, может позаботиться, помочь. Вот Рупат создал такую семью гуру. Каждый здесь гуру в каком-то смысле, потому что все мы проповедуем, все мы распространяем, сознание гуру. Почитают гуру подобно Богу это для того, чтобы иметь эту модель отношений с Богом. Не потому, что это нужно духовному учителю, но для ученика. Я как ученик, я это очень хорошо чувствую сейчас, что я должен всегда в высшей степени почитать свою дикшу-гуру, потому что он именно благодаря этому почитанию я могу понять какие-то свои отношения с кришной. Это очень связано. Гуру это и ожидает, что почитая, ученики почитая его положение, его наставления, они обретут отношения с наставлениями. Это тот самый путь. Никто из гур не должен быть заинтересован в личном почитании или последователях. Это опасно очень для духовной жизни, но это очень важно занять ученика в сопередовом служении. да, я начинал только принимать учеников и сразу пошел в эту роль. Учеников изучал и себя изучал. Смогу ли я справиться с этим, смогут ли ученики как-то угодно продвигаться. Однажды 5-3 месяцев несут и пробовал. Он опытный гуру, давно уже дикший гуру. И он прям при мне от своих учеников очень строго гонял. Среди строгих таких прямых. А, что-то ко мне творилось с ней. И мы сидим с ним за столом в Екатеринбурге приятно приносит просад. Я пробую Нив вкусного вообще сейчас он попробует что он скажет вообще обычно к этому строго относится. Сейчас он им даст думаю. Он попробовал на меня смотрится. Я просто ем он на меня смотрится. Ну что тебе нравится? Нет. Ну и что молчишь? Гуру учи ученику а что молчишь? Это роль твоя? Что ты можешь как ващнав принять все что с любовью даются но если ты гуру нужно научить их что научишь? Я понял а вот какие обязанности молчать молчать переговорить все что мне не нравится но все же я все осторожен в этом плане у меня другой характер другая природа нельзя подражать то что может один другой может не может повторить вот у меня жена есть на этот случай там другую характер штука природа она сейчас я пойду я думаю не ходи туда нет ты не пойдешь она пойду и так потом я думаю это тоже воля Кришны отпускаю и как-то все к лучшему как ну сочетается некоторые ученики говорят вы слишком добрый вы слишком добрый вот не вручанника вообще ну как-то так Кришну планирует не то что я добрый не чувствую всей доброты в последнее время но я как бы с годами понимаю что а что поможет ученикам только осознание Кришны конечно то как правопада установил божества в Австралии там был месяц самому старшему преданному месяц практики и принципов установил ратву Кришну дан браманское посвящение сразу же они из ниток там привели эти браманские шнуры из магазина дели дал мгай и потом подошел сказал божеством я вас оставлю в руках лечков которые ничего не понимают общения с одной они конечно он говорит мне некогда их учить я должен ехать проповедовать позаботиться сами обо всем и уехать это что в Австралии процветается для них есть разные формы отношений гуру ученик есть отношения кошки там есть черепаха есть разные обезьяна и гуру может применять разные методы на его выбор как с каким учеником как общаться кошка означает что она сама берет котенка и несет нужное место заботится непосредственно гуру наблюдает заботится обезьяны нет наоборот не заботится просто в движении он сам должен держаться мертвых хватает потому что иначе если он не схватится она убежит останется нам тогда в начале движения в 90-х годах именно вот этот метод объясняли что готовьтесь итак я думаю что гуру мало и они все очень заняты все путешествуют все в проповеди поэтому не ожидайте что гуру слишком много будет времени уделять ученику каждому даже в письмах или как-то дальше может не все получат но вот вам пример обезьяны детеныша она сидит и смотрит у нее стратегия дальнейшая какая-то есть детеныш чувствует что мать остановилась может немножко здесь побегать поиграть что-то ребенок очень внимательный это вопрос жизни смерти смотреть на мать и малейшее движение сразу готово а она вообще не смотрит на него она берет и прыгает все все стратегий на меч она просто делает прожег от него куда-то куда хочет вот так можно мере глаза этого эфизионинка решимой знаете мертвый успевает и глаза торчат успел то есть вообще никто решительно следовать за гуру успевать переваривать все это даже если не успел все равно схватился и поехал даже если ничего не понял все равно схватился и поехал не ожидает когда все здесь не гурумагарадж когда вот повозится с ним наконец я убежден гурумагарадж я начну скоро не-не что-то